В областном драматическом театре отбылось новогоднее представление в рамках доброчной акции «Профсоюзы детям». На им побывала моя коллега Ганна Корольчук. Доброчная профсоюзная елка собрала в областном драмтеатре около 500 детей из разных кутков Гомельской области. Героями новогодней казки стали выхованцы детских домов, домов семейного типа и других интернатных установ. 10 декабря по 10 января стартовала ежегодная акция «Профсоюзы детям». Сегодня на благотворительную елку приглашены дети из 12 районов нашей области, проживающие в интернатских учреждениях, домах семейного типа. На все мероприятия, посвященные новогодним празднованиям, будет затрачено 400 тысяч рублей из профсоюзного бюджета. С допомогой молодежи Совета областного объединения «Профсоюзов» у фоедром театра для детей организовали фотозоны и интерактивные новогодние пляцовки. Каждый маленький гость свята смог отчуть себя красочным героем. Хлопчики и девчинки за довольнением приняли удел у гульнях в окол «Прохожу не елки». Разом с Дедом Морозом и Снягуркой яны водили караход и спевали. Они объединяем разными, зелеными и красными, нарядная, стройная, яркая новогодняя, теперь все вместе дружно. И раз, два, три, два, еще один. Я хочу зыб с пультом. А еще? Еще конфеты. Я в Новый год поставлю, подавки даю. Далее гостей запросили на прогляд новогодней казки пригоды бременских музыков. Выконание артистов областного драматичного театра. А кроме того, все хлопчики и девчинки отримали солодкие подарунки и загадали жадания на Новый год. Каждый ребенок, который воспитывается в семье, он окружен теплой, добротой, вниманием. И хочется в преддверии новогодних праздников быть поближе, быть к деткам, подарить им тепло своего сердца, тепло своей души. И каждый отраслевой комитет проводит свои благотворительные елки для членов профсоюза. И каждый трудовой коллектив выбирает разнообразные формы поздравления ребятишек. Для Гомельского областного объединения профсоюза проведение доброчинных новогодних святов – добрая традиция. Головная мета – охопить, как могла, больше детей и подарить каждому теплень, хлопот, незабывное уражение и святочный настрой. Ганна Корольчук, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».